Всем привет! В эфире главного танцевального программы Music Box News Daily. Меня зовут Ксения Канн, и сегодня я расскажу вам о новой международной музыкальной конференции Collisium, американская мелодрамия «Люблю навсегда» и национальной премии «Юна». Поехали! 6 и 7 марта в Киеве в спорткомплексе «Олимпийский» состоится международная музыкальная конференция Collisium, на которой соберутся ведущие игроки музыкальной индустрии Украины, а также гости из России, Белоруссии, Казахстана, Польши и других стран. Подробности уникальной конференции в нашем первом сюжете. Collisium – это первая музыкальная профессиональная конференция международного формата. В 2014 году она пройдет в Санкт-Петербурге, Минске и Алматы. В мире аналогичные по формату конференции проходят в таких городах, как Лондон, Лос-Анджелес и других. Организаторы фестивалей, клубные промоутеры, продюсеры популярных проектов обсудят сложившуюся ситуацию на музыкальном рынке Украины, обменяются опытом работы, наветят планы развития индустрии. Руководители рекорд-лейблов и цифровых издательств расскажут о новых инструментах цифровой дистрибуции и современных инструментах продажи музыки. Билетные операторы обсудят перспективы создания единого билетного пространства. Лучшие специалисты по авторским и смежным правам поднимут вопросы музыкального пиратства в Украине и защиты музыкальных произведений. Также в конференции примут участие представители украинских музыкальных СМИ, радиостанций, телеканалов, музыкальных интернет-проектов, диджитал-агентств и образовательных проектов. Коллизиум не просто собирает вместе представителей различных сегментов музыкального рынка, а создает профессиональное сообщество, которое в ближайшем будущем через синергию общих возможностей будет создавать новые яркие проекты. В нашей программе мы неоднократно рассказывали вам о знаменитых музыкальных премиях, таких как American Music Awards, Grammy, Brit Awards. Настало время рассказать об украинском аналоге. Музыкальная премия ЮНА – это ежегодная национальная премия, которая вручается лучшим деятелям музыкального искусства. В этом году премия пройдет в третий раз. Подробности далее в сюжете. Церемония вручения премии ЮНА, которая состоится 25 марта 2014 года, подытожит результат развития украинской музыки на 2013 год. Целью премии ЮНА является стимулирование дальнейшего развития украинской музыки, ее создателей и исполнителей. Официальная дата создания премии – 27 октября 2011 года, когда впервые было заявлено о ее основании представителям масс-медиа на пресс-конференции в Униан. Название музыкальной премии ЮНА расшифровывается как Yearly Ukrainian National Awards – ежегодная украинская национальная премия. Имея европейское звучание и отмечая тем самым высокий уровень развития отечественной музыкальной культуры, она указывает на украинское происхождение. Символическим образом логотипа стала божественной вечно молодая муза и покровительницей певцов и музыкантов ЮНА. Она изображена в невысовом полете с лирой в руках. ЮНА воплощает в себе образ справедливого критика, который может как щедро награждать, так и строго оценивать. Премия ЮНА определит лучших 2013 года в 10 номинациях. Лучший исполнитель, лучшая исполнительница, лучшая группа, лучший альбом, лучшая песня, лучший композитор, лучший автор слов, лучший видеоклип, лучший дуэт и открытие года. Единственная номинация, в которой уже есть победитель – за особые достижения в музыке. Этой наградой честовали группу Скрябин. Честность, объективность и беспристрастность являются основными принципами премии ЮНА, которая призвана зафиксировать новый уровень выбора лучших в музыкальной жизни Украины. Подробнее о номинантах в каждой из номинаций смотрите в наших следующих сюжетах. В конце выпуска, как всегда, о кино. Традиционно в этот четверг вечером в кинотеатре Украина состоится вечеринка премьера. На этот раз гостям будет показана американская романтическая мелодрама «Люблю навсегда». Мелодрама «Люблю навсегда» – это ремейк одноименного фильма 1981 года. История о том, как любовь двух молодых людей со временем может стать одержимостью, а затем обернуться в нечто непредсказуемое. Особенно, когда родители с обеих сторон стремятся всеми силами разлучить влюбленных. Он далеко не ангел. Высокий, дерзкий парень, помешанный на тачках. Она – премьерная ученица, белокурая красотка из богатой семьи. Их любовь под запретом, а потому вдвойне желанна. Страсть сжигает их до тла и бросает в бездну. Первая любовь не имеет полутонов. Она не учитывает условностей, материальных ценностей и препятствий. Молодые дерзкие герои новой ленты, вопреки запрету, решились полюбить друг друга. Будет ли у них история хэппи-энд? Узнаем. В главных ролях – Алекс Петтифер, Габриэла Уайлд, Брюс Гринвуд, Эмма Ригби, Рис Уэйкфилд и другие. Мюзикбокс рекомендует к просмотру. Такими были новости сегодня. Это была программа Мюзикбокс Ньюс Дейли. Меня зовут Ксения Кан. И я напомню, что наш бьюти-партнер – это авторская школа стиля и макияжа Татьяны Бойко. Будьте всегда прекрасны. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»!